Количество заразившихся коронавирусом в Китае превысило 40 тысяч человек, жертв более 900. Распространение вируса в других странах может ускориться, написал в своем твиттере гендиректор Всемирной Организации Здравоохранения. В Китай ВОЗ направила группу экспертов для изучения и разработки мер борьбы с вирусом. Тем временем на круизном лайнере Diamond Princess число заболевших достигло 130 человек. С 3 февраля оно стоит на карантине в японском порту Йокогама. На борту в том числе 24 россиянина. Никто из них вирусом не заразился, заявили в российском посольстве. В Хабаровске медиков, работников транспорта, торговых центров и банков обязали носить маски. Из-за карантина на границе резко подскочили в цене овощи. В Китае завершила работу группа специалистов Роспотребнадзора. Китайцы подтвердили эффективность российских тест-систем. На территории России новых случаев заражения нет. Двое граждан Китая, у которых ранее подтвердился диагноз, готовятся к выписке, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. На сегодняшний день остаются под медицинским наблюдением более 20 тысяч человек. Из них более 6 тысяч – это граждане Китайской Народной Республики. Обследовано и госпитализировано из общего количества. За весь период наблюдения с 31 декабря 2019 года 769 человек. Из них установлен грипп-97. Респираторные заболевания, вызванные вирусами, установленными вирусами негриппозной этиологии, 121 человек. Компании продолжают ограничивать работу на территории Китая. Apple продлила приостановку работы своих магазинов. Airbnb до марта не будет принимать бронь в Пекине. Hyundai приостанавливает часть производства в Южной Корее из-за прекращения работы заводов в связи с новым коронавирусом. Вскоре вся мировая экономика почувствует эффект от китайских проблем. Так считает глава счетной палаты Алексей Кудрин. Китайская экономика в первые месяцы в шоковом состоянии находится. Целый ряд отраслей сбросили свой объем производства или транспортных услуг больше, чем на 50%. Понятно, ситуация несколько восстановится по объемам в течение года. Но все равно спад уже будет очевиден в целом ряде отраслей. И китайской экономики, и спроса для мирового спроса, это раз. Это отразится на нефти, и мы уже видим. И поэтому на доходах это уже отразится, даже если к концу года восстановятся объемы. На темпах экономического роста это скажется, но незначительно. 20 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением в России в связи с новым коронавирусом. Из них 6 тысяч это граждане КНР. Все российские туристы, которые вернулись из Китая, чувствуют себя хорошо. Ни у кого из них анализ на коронавирус не оказался положительным. Об этом журналистам рассказала сегодня на специальном брифинге главный санитарный врач России Анна Попова. Осложнение вызывает только растущая заболеваемость суммой острых респираторных вирусной инфекции и гриппом. И я хотела бы отметить, что за прошедшую неделю превышение пороговых уровней зарегистрировано в 23 субъектах Российской Федерации. Следовательно, все мероприятия, которые направлены на профилактику возникновения и распространения ситуаций, связанных с этими вирусами, сегодня уже проводятся так, как должно, в усиленном режиме. И мы будем продолжать эту работу еще и потому, что меры профилактики гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и инфекции, связанные с новым коронавирусом, практически одинаковым. Это позволит противодействовать распространению любых вирусов, воздушно-капельной формы распространения на территории Российской Федерации. Тем временем глобальную экономику из-за вируса лихорадят все сильнее. Сразу несколько китайских авиакомпаний, в том числе крупнейшая China Southern Airlines, отправляют всех своих иностранных пилотов в бессрочный неоплачиваемый отпуск и досрочно расторгают трудовые контракты без компенсации. Среди них около 100 россиян, которые фактически остаются без работы и которым теперь, возможно, придется возвращаться в Россию, где пилотам платят в 3-4 раза меньше. Именно поэтому, как отмечает коммерсант, в 15-17 годах из российских авиакомпаний на работу к азиатским, в первую очередь к китайским, перевозчикам перешли более 300 пилотов. Любопытно, что когда об этом впервые написала ТАСС, некоторые опрошенные эксперты связали проблемы китайских перевозчиков с простоем Boeing 737 Max. Действительно, в парке China Southern Airlines этих самолетов больше, чем у ближайшего по размеру конкурента China Eastern, который пока обходится без принудительных отпусков 24 машины против трех. Однако, простой этих самолетов начался далеко не вчера. Главные первоисточники газеты South China Morning Post проблемы прямо объясняют вспышкой коронавируса, из-за которого отменяют много рейсов. Пилоты, которые работают иностранные в Китае, они, во-первых, они очень хорошо застрахованы. Во-вторых, для того, чтобы их как-то изолировать и чтобы они не заболели, компания приняла решение на несколько недель отпустить их без содержания, так называемый, в отпуск. На это согласились и пилоты, потому что некоторые, они и хотели этого, потому что никто не хочет заразиться и потерять не только работу, но и здоровье. Поэтому в дальнейшем, в дальнейшем, сейчас ведутся переговоры о том, чтобы компания была в более удобные условия для пилотов перевести, потому что никто не знает, сколько это продлится. Но люди, которые находятся на контракте, я знаю это все прекрасно, потому что сам работал не один год в импортных компаниях, контракт очень строгий, значит, все регламентировано. И прекратить контракт практически без убытков нельзя. Продолжение следует...